Бюджет города на следующий год в первом чтении депутаты горсовета утвердили практически единогласно. Главный финансовый документ будет дефицитным. Расходы превысят доходную часть больше, чем на 300 миллионов рублей. Большую часть городской казны планируют потратить на образование, медицину и социальную поддержку населения. Основным приоритетом в расходах будет также являться социальная сфера, на обеспечение деятельности которой планируется направить 74% общего объема расходов. Это 5 миллиардов 204 миллиона рублей. В бюджете 2018 года будут сохранены все социальные выплаты населению. Зарплаты бюджетникам проиндексируют в рамках майских указов президента. Обсуждая городской бюджет, депутаты снова подняли вопрос оплаты труда младших воспитателей в детских садах. В мэрии настаивают, деньги на зарплату нянечкам должна выделять область. И точку в этом споре, по словам народных избранников, поставил суд. Другие регионы уже забрали у местных властей эти полномочия. Судебная практика подтверждает, что к полномочиям субъекта относится обеспечение оплаты до воспитателей, педработников, учебносполнительного персонала, включая младших воспитателей, помощников воспитателей и прочий, административно-управленческий и обслуживающий персонал. Глава городской администрации Андрей Шохин дополняет, деньги для города не маленькие. На зарплату младшим воспитателям в детских садах город ежегодно тратит больше 150 миллионов рублей. Эти деньги можно было бы направить на сокращение бюджетного дефицита и на ремонтные работы во владимирских школах и садах. Все субъекты Российской Федерации практически исполнили решения судебные за исключением только администрации Владимирской области. И почему-то мы от департамента образования области не можем получить никаких ответов. Мы надеемся добиться того, чтобы они исполнили закон и выполнили свои полномочия, которые они обязаны делать по закону. Если они этого не будут делать, значит, мы, соответственно, будем сейчас напишем прокуратуру угласную предупреждение. Под особым контролем властей сейчас и городской транспорт. У жителей энергетика много нареканий на новую схему движения 21 автобуса. Добираться в промзону стало действительно удобнее. Только вот школьники и студенты микрорайона лишились возможности без пересадок доехать до учебных заведений на улице Горького. По словам Андрея Шохина, чтобы улучшить транспортное сообщение, среди пассажиров сейчас проводят соцопросы. Здесь надо найти вот эту золотую середину, когда будет идти, может быть, дополнительно какой-то автобус оттуда пускать. То есть мы сейчас должны принять такое взвешенное решение, чтобы было и не нарушить то, что там хорошо. И вот какое же количество людей должно поехать по этим маршрутам, которые старые были. Там четыре остановочных пункта, получается, они вышли из старого маршрута. Здесь наши недоработки, мы их все видим, но надо просто исправлять это. А еще депутаты сегодня одобрили повышение зарплаты главе города и депутатам, работающим на постоянной основе на 5% с 1 октября этого года. Такое решение в Горсовете объяснили заботой о пенсионерах, которые раньше занимали эти должности в стенах оранжевого дома. В предыдущие годы мы этого избегали, оставляли, на что мы получали резкую критику наших пенсионеров. Поэтому здесь полка о двух концах. Не повышаем, значит, наши пенсионеры жалуются на то, что мы не выполняем их права. А в ближайшее время депутатам предстоит обсудить организацию горячего питания в школах. В частности, вероятное повышение стоимости завтраков и обедов, которое, по словам Ольги Деевой, уже давно продиктовано подорожанием продуктов и повышением цен на коммунальные услуги. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал.